Мураду Чупанову всего 22, и он один из самых сильных спортсменов в своей весовой категории. Чемпион Европы и победитель Кубка Старого Света. Но самый серьезный вызов в карьере Мурада случился в Турции. На этапе большого шлема спортсмен взял бронзу, в то время как олимпийский чемпион Рио Беслан Мудранов на том же турнире остался без наград. Чупанов же действовал по японской системе и победил за счет броска через грудь. Очень опытный соперник был. Примерно, да, знал, как можно бросить, в какой борьбе можно выиграть, где спровоцировать, где сконтрить. Ну, примерно, план был на эту схватку. Россиянин выступал в третьем пуле. На пути к медали он не оставил шансов соперникам из республики Нигер, Нидерландов и Марокко. Переоценил свои шансы, говорит Мурад, лишь в полуфинале. Там он уступил испанцу Альберто Гайтеро Мартину. А в схватке за бронзу воспитанник клуба «Мори» одолел Орхана Сафарова из Азербайджана. Успех на турнире «Большого шлема» позволил чемпиону Европы побороться за попадание в олимпийскую сборную. В нашей сборной в России в 66 пока не определен. Я думаю, что у Мурада есть шанс, если он себя покажет, я думаю, в Казани. С медалем будет, я думаю, будет шанс большой попасть на олимпийские игры в Токио. Не только в Иркутской области в истории, но я думаю, что в Сибирском федеральном округе в истории такого в течение пяти лет такого результата ни одного клуба, ни одного региона не было. Последний рывок для попадания на главные старты четырехлетия у Мурада Чапанова будет в Казани. 5 мая там начнется предолимпийский турнир, где важно будет набрать очки, чтобы отправиться в Токио. Удачное выступление в столице Татарстана позволит Мураду стать одним из лидеров сборной.